Потенциал народных театров региона крайне высок. Особенно успешно на фестивалях выступают творческие коллективы Шалкарского, Муголжарского, Уилского районов. В стране очень много талантливых актеров, которые раскрыли свой творческий потенциал. Однако собрать их в единый коллектив в народных театрах – сложная задача. Наша съемочная группа посетила Шалкарский район, чтобы узнать о проблемах непрофессиональных актеров. Коллектив Шалкарского районного Дума культуры стал победителем фестиваля народных театров, который недавно проходил в городе. Там народный театр поставил в повестах Уи Ахтанова «Хахарла Кундер». В фестивале приняли участие три коллектива из области и семь из других регионов. Театрал радовался победе творческого коллектива, достойно защитившего честь Актюбе. Но поддержки народных театров как такой вне сцены нету. По словам специалистов, собрать актерский состав – сложная задача. Это связано с тем, что народные театры не считаются профессиональными творческими коллективами. Поэтому их актеры не получают зарплату. При этом навыков у актеров достаточно, чтобы стать профессиональным театром. Об этом свидетельствует мнение экспертов, которые входили в жюри фестиваля народных театров. В нашей команде люди разных профессий. Учителя, сотрудники внутренней политики, а также молодые ребята, которые переехали к нам по программе с дипломом в село. Нам было очень сложно собрать команду. Были случаи, когда профессиональные актеры спрашивали у нас, а ваши ребята не являются профессиональными актерами? Кто они по профессии? Актеры? Мы говорим, что нет. Все они любители. Но несмотря на это, актерское мастерство у них на высшем уровне. Это отметили жюри. Режиссеры хочут, чтобы творческий коллектив был официально признан профессиональным театром. Актеры зарабатывали этим трудом деньги. Мы хотели бы, чтобы нам дали разрешение открыть профессиональный театр. Нам нужна штатная должность. А молодых специалистов без штата удержать очень сложно. Ведь их тоже можно понять. Зарабатывать на хлеб ведь тоже нужно. Зрительский спрос есть. Мы хотим чаще проводить спектакли, но физически не получается удержать на одном месте 11 человек. У всех у них есть своя основная работа. Кто-то уезжает в командировку, кто-то не может уделять время для театра из-за финансовых проблем. Понимаете, в этом нет ничего плохого. Я искренне понимаю наших ребят. На протяжении 7 лет мы занимаем лидирующие места на фестивалях. Если бы нам выделили хотя бы 4 штатных единицы, уже было бы неплохо. Основной актерский состав у нас будет. Остальных вытащим в качестве массовки. У нас все есть, понимаете, и помещение, и зал, и актеры. Только нет штата. Надеюсь, нас услышат. Ведь спрос есть, как никогда прежде. Интерес к театру у людей растет. Режиссер и художественный руководитель, отвечающий за работу театра, являются мужем и женой. Иногда семья тратит собственные деньги, чтобы поехать на соревнования. Благодаря такому риску и пришла победа на Республиканском фестивале народных театров. Да, действительно, мы для участия в Республиканском фестивале народных театров вложили свои собственные финансы, поставили спектакль и смогли показать себя с лучшей стороны. Толчком для такого риска стала любовь к театру. Было страшно, конечно, но, как видите, оно того стоило. Школьники также очень интересуются театром. Среди них достаточно желающих присоединиться к творческой команде. Недавно, помимо учителей, к нам в качестве зрителей пришли школьники. Они были удивлены, когда увидели спектакль на тему войны. Война была такой, мы как будто бы сами очутились на войне, говорили они. Для нас это очень важно, слышать комплименты от наших зрителей. Был случай у нас однажды, когда одна девочка приходила на кастинг. По всем критериям она подходила для одной роли, но вот возраст не позволял. Она была слишком маленькой. Бывают такие ситуации. Это обидно и для нас. После спектакля девочка подошла и сказала мне, что эта роль была изначально ее, что она больше подходила. Я согласился с ней, поклопал по плечу и сказал, что в будущем она обязательно получит свою роль в театре. Театры по-своему воспитывают нас. Иногда театр – это единственный способ открыто показать недостатки общества. Поддержка народных театров – это не только помощь актерам, но и возможность преподнести уроки морали подрастающему поколению. Жасан Желбаков, Нурбул Жамамбаев, Самат Каликенов, телеканал Актубе.